А где проблема-то? Скажите мне, сколько ошибок Гильерми допустил в матчах за сборную России? В клубах бывают, ошибаются, но любой игрок, в том числе и вратарь, и Акинфеев ошибался еще не так, и похлеще. У него были тоже периоды, поэтому я бы сейчас не стал провоцировать ситуацию, которая сложилась. Да, уже сейчас пресса прям кричит, что все, надо спасать и возвращать Акинфеева, Никматулина, Овчинникова и еще ряд вратарей. Да, но здесь даже я за. Но против Акинфеева нет, конечно, но знаете, просто сейчас есть Гильерми, он заслужил, он сыграл хорошо и пользуется полным доверием тренерского штаба. Вот если как-то он будет недееспособен, не дай бог. Вот, или, скажем так, усомниться Черчесов именно в матчах за сборную, то да, наверное, стоит рассматривать какие-то кандидатуры. Но Акинфеев же сказал уже, что он закончил. Я не согласен с ролью третьего вратаря, то есть, ну, третий вратарь должен быть, в принципе, конечно, человек, который в любой момент может быть стать вторым. И не дай бог, может стать и первым, но поэтому он должен быть абсолютно квалифицированный, полностью, скажем так, соответствовать этому почетному званию, быть одним из вратарей сборной. С другой стороны, это должен быть человек комфортный для штаба, да, то есть, человек, который не должен создавать проблем, потому что вратарей запасные бывают разные, бывают крайне недовольные своим положением. То есть, вратарь, который приезжает и начинает, скажем так, пальцы в колеса вратарские вставлять, тем самым нарушая внутреннюю, скажем, атмосферу вратарской каталоги, которая должна быть доброжелательная. И в целом, скажем так, все должны четко понимать свою позицию. Понятно, что конкуренция, она всегда, скажем так, полезна, но в сборной немножечко другая ситуация. Здесь вратарь должен приезжать в сборную, быть уверен, что он номер один, и он психологически должен быть спокоен, уверен для того, чтобы четко выполнять свою работу. Не называя имен, у вас бывали ситуации, когда третий вратарь вам вставлял палки в колеса? У меня единственная ситуация, когда был третий вратарь, это сейчас. Принято, чтобы на сборы вызывалось три, зачастую даже четыре вратаря. Но когда я был в сборной России, вызывалось только два. То есть, я трех вратарей не помню. Это был единственный раз на чемпионат мира, когда уважаемый мною и почитаемый Станислав Саламович был рядом. И он очень положительно влиял тогда на общую атмосферу. Я извиняюсь, быстро отвечу. Но вот сейчас матч с Бельгией пройдет. Гильерми его сыграет. Вы снова мне набираете, приглашаете к себе в офис. И мы четко по полочкам раскладываем этот матч. И, может быть, я поменяю свое мнение и скажу, что нет, не нужно доверять Гильерме, а нужно позвать, например, Максименко или Сафонова. А может быть, еще кого-нибудь. Но на самом деле сейчас, знаете, Станислав Саламович все-таки тренер школы, как мне кажется, и даже я уверен, все-таки Олега Ивановича Романцева, у которого четко был основной вратарь. То есть, даже если он ошибался, он ему все равно доверял. Такая же ситуация и у Семина Юрия Павловича. То есть, стопроцентное доверие, которое потом оправдывается в общем и в целом. Черчесов чехарды из вратарской не делает. И пока предпосылок для этой чехарды нет. Если телефон не прослушивается у того или у другого, то, наверное, все-таки эта ситуация может быть чисто выдуманная. Или Черчесов сказал, ребят, звонил, пытался, результата не скажу. Так что, вполне возможно, и звонил. Ну, о чем вы так говорите, если звонил, то есть, он все-таки не уверен, что это делается? Или, ну, вот, предположим, в реактиве сказал, что да. Вы как бы на это отрагировали? Это, ну, положит какое-то влияние у нас, можно же, или мы можем все нарушить тот микроклимат? Ну, я вот почему не верю в этот разговор, потому что микроклимат действительно очень важен. Да, то есть, вот эта нервотрепка, которая сейчас происходит, она вообще не работает на спокойствие и уверенность основного вратаря сборной. Потому что это нервирует. Вратарь должен быть спокойный, уверен перед ответственным матчем. Да, то есть, сейчас, да, у Келерми период не самый простой, не самый хороший. С профессиональной точки зрения много ошибок, и ошибок результативных, к сожалению. Вот, не для того я его привозил 12 лет назад в Россию, чтобы сейчас мне отвечать и оправдываться. На самом деле, парень сильный, хороший и ответственный, и он обязательно преодолеет этот неприятный период. Но у него, ему всего-то лет, всего ничего. Я всего-то закончил на два года раньше. Как говорится? Я уверен на 99,9%, но один процентик оставляю, знаете, на что? На то, что, не дай бог, что на тренировке там палец выбьет, да, и не сможет сыграть. А по другим, по всем другим причинам Гильерин будет основным. Но назовите мне команду какую-нибудь, да, вот, например, в мире или в России, где вратарей вот поочередно меняют, когда они играют до ошибки, где это было хорошо. Вот, со времен, когда мы с Сашей Филимоновым конкурировали, играли до ошибки, и кто круче, это был конкурс, кто круче ошибется в следующем матче, вот, ничего хорошего никогда не приводило. Вот, когда нас развели, я стал играть в Локомотиве, в Спартаке. Вот, тогда дела наладились. И также, ну, могу много сказать других примеров. Тот же Боровоз Штерштегин, когда были в Барселоне, тоже была нервотревка полная, и, там, и по отношению друг к другу, и по отношению, то есть, никто не хотел, никто не хотел быть, допустим, играть только в Лиге Чемпионов, но не играть в Чемпионат Испании, потому что и там, и там хорошо, и интересно. Вот, а когда ушел Браво, Тот Штерштегин стал лучшим вратарем мира. Ну, кем сейчас на данный момент, я считаю, является. Тот же, сейчас он, опять, Тот Штерштегин лучший вратарь? Я думаю, что да. То есть, пятерку вратарь Атлетика, в облако, в произвольном, да. Вратарь Ливерпуля, бразилец, Алиссон, Дехея в этом году сдал позиции, хотя мне нравился, нравился в прошлом, в Кавущу. Также Нойерпака, скажем так, этот сезон проводит не так успешно, как ранее. Наверное, вот эта тройка вратарей, которую я сейчас называл, она наиболее... Может быть, кого-нибудь забыл заранее через советский спорт. Извиняюсь. Да. Куртуа, к сожалению, в Реал Мадрид, да, совершенно не это. То есть, не может, скажем так, обрести ту уверенность. И, что называется, переход пока не зашел у него. А Нойер? Ну, про Нойер рассказал, что, в принципе, ему доверяют сборные, то есть, тренер видит его основным, но Торштегин на данный момент стал сильнее. Сильнее, увереннее и надежнее. С чем он связан? Ну, с возрастом точно, наверное, нет, но... Так, наверное, с течением обстоятельств определенной. Вот, на самом деле, травмы, они такая штука, что, действительно, может быть, я вот уже этот момент упустил, может быть, именно с травмами и связано то, что Нойер сейчас не столь надежен. Да, то есть, это ведь травмы были две подряд, то есть, практически, то есть, та же косточка и ломалась у него. То есть, он только выздоровел, только начал тренироваться и снова. То есть, это параллель провожу сейчас немножко даже с Селиховым, даже очень похожей ситуацией. Вот, кстати, вот, пользуясь случаем, хочу пожелать ему в очередной раз набраться терпения, мужества футбольного для того, чтобы вернуться, потому что три подряд травмы и две очень серьезные. Конечно, это сломало ни одного футболиста, вот, но верю, что Александр, парень, парень целеустремленный и сможет вернуться на уровень, свой, которым, которым был, на котором... Ну, сейчас, понятно, будет очень непросто даже после того, как он выздоровеет. Максименко играет прекрасно и в ближайшем будущем уверен, что... Ну, во всяком случае, он уже на карандаше у Станислава Саламовича. Вот, и думаю, что скоро он будет уже больше расширен. С точки зрения, вот, данных, игры на выходах и вообще, то есть, данных вратарских, вот, ему что не хватало всегда, то есть, на протяжении 12 лет, которые я за него... После которых, да, он здесь оказался, это стабильность определенная, да, то есть, он ее поднял в прошлом году и стал вратарем сборной. Но вот, с чем связаны нынешние ошибки, мне кажется, что просто вышел немножечко из формы. То есть, каких-то там технических, то есть, вот, бывает у вратарей, да, у любых футболистов. То есть, вот, попадаешь в какую-то яму, да, то есть, она какая-то функциональная, психологическая. Но настоящий профессионал на матче сверхответственный, как, например, следующий, они все-таки... У них есть возможность и у них есть способность выстреливать. Да, такие сверхважные матчи были сейчас у Локомотива, могут мне возразить. Да, и он их сыграл неудачно. Но сборная все-таки, это сборная. И я верю то, что... Мы сыграем на ноль, выиграем 2-0, займем первое место. И я на правах соседа с удовольствием поздравлю Станислава Саламовича. Встретив где-нибудь подъезда, дожидаясь его целый день. Ну, это вы сейчас оптимистически, конечно. А я всегда оптимистично говорю. Как вы заметили, потому что... Потому что это... Потому что так и должно быть. В сборную нужно верить. Многие не верили за сборную. Многие не верили в сборную, когда это было на чемпионате мира, да, в прошлом году. Да, очень было много негативных отзывов. И вратарь не может быть тренером. Было очень обидно. Было очень обидно за наш вратарский цех. Потому что действительно, скажем, постоять за него не так много кому удается. Потому что все, что нам отводились вратарь, только вратарей тренировать. На большего не способны. Но я рад, что Станислав Саламович умеет и смог отстоять эту, скажем так, эту кандидатуру на то, чтобы тренер главный тоже может быть бывшим вратарем. Да, извините, что я перебываю. Вот так прям импульсивно. Но действительно, это важно. Я знаю, насколько это важно Станиславу Саламовичу. Потому что он человек очень честолюбивый и целеустремленный. И только первое место для него в прошлом году он попал в восьмерку сильнейших команд мира. Фантастический результат, особенно учитывая, как это все было до чемпионата. А он был расстроен. Он был расстроен, потому что он хотел, ну, как минимум, попасть в тройку. И, скажем так, я его понимаю, потому что я его знаю очень хорошо. Ну, во всяком случае, он будет удовлетворен победой, но не положением в турнирной таблице. Ну, с одной стороны, да, то есть мы сейчас, если эффектно завершим, то есть будет эйфория. Да, эйфория вплоть до чемпионата Европы. Ну, чемпионат Европы у нас сегодня такой интересный, не очень нестандартный. В разных странах будет проходить. Ну, главное, конечно, эйфория, чтобы она чем раньше закончится, тем лучше. С другой стороны, вот этот негатив, который был бы сейчас за чемпионатом Европы, тоже не хочется. Да, допустим, мы можем сейчас получить три дома от Бельгии, вот, и это будет негатив, потому что все скажут, что мы можем обыграть только Сан-Марино и Кипр. Будет... А? Да, я буду опять оптимистом. Я скажу, так получилось. Да, но мы же главную задачу решили, вышли. То есть результат остается. Да, то есть игра забывается. На самом деле игра-то была эффектная. То есть пусть, да, команды... А почему в Шотландии, что плохой соперник? По-моему, нет. Кипр. Кипру команда вместе с Станиславом Черчесовым в воротах теряла очки, когда состав был очень крутой. Да, и то есть один из там крутейших, можно сказать, состоящий практически из таких легионеров, которые играли на ведущих клубах. Но нынешняя сборная мне нравится, мне нравится, что она получает удовольствие, она заставляет наслаждаться, то есть и объединяет. На матчи сборной стали ходить люди, стали ходить по многу. Я был вот на последнем матче в Шотландии, я давно не был на футболе, но вот это было очень круто. И я недавно стал амбассадором этой сборной России, то есть меня, честно говоря, не очень... Ну, сначала не звали, я был удивлен почему, вот, зная о моих больших гонорарах в другой деятельности, но были приятно удивлены, когда я согласился ради амбассадорства, ну, на чисто символический, но лишь бы быть рядом со сборной, пусть и в какой-то другой области. На финальную стадию я пойду простым логическим путем. Мне позвонили уже из оргкомитета, и были они очень приятно удивлены моим участием перед чемпионатом мира в музыкальном моем направлении, да, то есть они также меня рассчитывают уже прямо на стадионе использовать... Не знаю, может быть, мою сейчас нынешнюю активную деятельность ведущего тоже пригодится, но основное это меня запросили как диджея на чемпионат Европы для матчей, ну, как минимум, участия в Санкт-Петербурге. Спасибо.